В областном центре впервые прошла школа пациента с фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислот, которое приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы. Во встрече приняли участие ведущие российские эксперты в сфере генетики и психологии. Говорили в частности о том, как снизить проявление симптомов. Как отметили участники, с таким заболеванием можно вести нормальный образ жизни, если уделять своему здоровью пристальное внимание, соблюдать строгую диету, запрещены все белковые продукты. В основе рациона некоторые виды овощей и фрукты. Для людей с фенилкетонурией разработаны специализированные лечебные смеси аминокислот, которые помогают восполнить недостаток белка. Есть такой препарат медикаментозный, который помогает активировать фермент фениланин-гидроксилаза при некоторых формах классической фенилкетонурии. Фермент активируется и можно пациенту предложить несколько измененные варианты специализированной диеты. Соответственно, и на сегодняшний день для пациентов с этим заболеванием, для пациентов старше 16 лет, есть возможность лечения ферментозамещающей терапии. В Белгородской области фенилкетонурией страдают 32 ребенка. Чтобы выявить заболевание до появления симптомов, в нашей стране соответствующий скрининг проводят всем новорожденным. Более 10 лет назад это спасло жизнь сыну Елены Балабановой. Анализ крови сразу показал маркеры, а молодой маме объяснили, как правильно ухаживать за малышом. Елена объединила вокруг себя таких же родителей, которые столкнулись с недугом. Делится своим опытом и рассказывает, почему важно неукоснительно соблюдать диету. Если они соблюдают диету, слушаются врачей, делают все согласно предписаниям, то они вырастают абсолютно здоровыми членами общества. Я как мать такого ребенка могу это абсолютно точно подтвердить. Но если на каком-то из этапов система ломается, или родители нечетко следуют указаниям, или в каких-то дошкольных учреждениях не так важно воспринимается данная особенность пищевого поведения ребенка, то они, к сожалению, становятся тяжелейшими инвалидами. И восполнить этот урон, нанесенный центральной нервной системе, будет уже невозможно. Всего в России с таким заболеванием около 4 тысяч человек. Людям старше 16 лет препараты бесплатно предоставляет Государственный фонд «Круг добра». А для малышей их закупает региональное профильное министерство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!